Я очень рад, что сегодня пришли внуки, правнуки, правильно вы сделали братья Абрамовы, чтобы вы привели внуков кое-кого. Настоящее шо – это для внуков. Но при условии, чтобы они слушали и игрались на телефоне. Друзья, спасибо. Для вас вы делаете это. Я пишу, что вы играете в репорту. Ханан как переводится? Ханан переводится «Богом помилованный человек». Худру Афмак, потому что его жену Сеттамару. Тамара переводится «финиковая пальма». Финиковая пальма никогда не сгибается, всегда стоит встроенная в саду. Сеттамара хоть даже ушла из жизни в молодом возрасте. Она имела право ходить с поднятой головой, потому что она в жизни сделала много добра. Радмака доложила Сеттамару. Она вышла замуж за Буруханана в 1956 году. И они вместе прожили с людьми согласии 35 лет. В 51-м, я что говорю? В 51-м. И она скончалась в 86-м год. Ей было 55 лет, когда она ушла из жизни. Пятеро замечательных детей. Четыре сына и одна дочь. Раньше его домой были, что говорили? У меня четыре сына и одна дочь. Когда я покину этот мир через много лет, четыре сына будут нести мой тоут, а дочь будет ходить и меня плакать. Радмака доложила Сеттамару, когда она покинула этот мир, она увидела только лишь три свадьбы. Тверь свадьбы она не успела увидеть. По закону нельзя, чтобы человек был неженатым, особенно если он молодой. Буруханану говорили, вы должны снова жениться. Он женился, но он все равно знал, что все равно он как первая жена не найдет. И он убедился, когда он женился второй. Смотрите, друзья. Дорогие друзья, Дед Ханан работал в заветующем хлебзаводе. Он приехал в Америку в 80-м году. Прожил в Америке 30 лет. Он жил в союзе с детьми, потом отдельно жил, с женой, то есть. Сегодня я бы хотел сделать немного дебилет-урон. Сегодня у нас здесь много выступающих. Все вы знаете, это неделя очень тяжелая неделя. Каждые пять минут люди звонят. Можно стирать, можно идти на кладбище. Кому можно мясо, кому нельзя. Я хочу быстро сказать законы. В эту неделю можно стирать, можно стричься и бриться. Потому что в этом году нету правила шабуа-ши-хальбу. Значит, стричься и стирать можно. Нельзя кушать мясо. Только можно маленьким детям и человек, который слабый. Ему можно кушать мясо. Шаба-шаба можно есть мясо сколько угодно. В следующее воскресенье будет пост. Этот пост начинается в субботу вечером в 7.55. И заканчивается воскресенье в 8.38. В следующее воскресенье много людей пойдут на кладбище. Если человек не пошел на кладбище, это не грех. Нет обязанности идти на кладбище. Просто некоторые имеют обычай почти от умерших. Если вы не пойдете на кладбище, это не грех. Дорогие друзья, всем напоминаем, хоть даже купаться можно под душу сколько угодно. Нельзя идти на плавание там, где можно утонуть. Ровно 30 лет назад мы поехали в реку Зеравшан в эти дни и утонула моя троевая сестра Лариса, которой было всего лишь 12 лет. А потом через 2 года ее папа от переживания скачался. Ему было 40 лет. 2-3 дня назад звонила мне тетя Тамара из Мичигана и мама этой девочки. Я обратно сказал, мне очень больно, но не может забыть. И он свой дом не достроил даже. Мож Алишаев, его брат нафиг здесь живет. Поэтому все знают, что в эти дни очень-очень опасно идти на плавание, там, где глубоко и, как говорится, опасно. Люди не идут на путешествия. No traveling these days. Ко мне пришла одна женщина и говорит, Раба, мои дети мне сделали сюрприз. Они купили мне билет, чтобы я поехал отдыхать. Можно лететь или нет? Она не может поменять дату. Дорогие друзья, хоть на жирный не грех лететь на самолете, просто это немножко опасно. Если человек у него кто-то в Израиле сильно замолел, он должен срочно идти. всем добрый день. Вот уже шесть лет, как от нас ушел я могу сказать мой брат, мой Томои, он был мне как отцом, он был для меня примером жизни. в 73-м году вот сейчас Раба задал вопрос, решили когда мы гинем, гинез. Чем-чем-чем? Ассар. в 73-м году дядя Ханан имел лимонадную фабрику в Долом-Гуре. Челяк, челяк, он, сорок. Мы рано утром приехали, идем в цех, большой борт там был, я как сейчас понял, вот с правой, с левой стороны наш цех был, а с правой стороны там столовая и запаркована машина, новая, новая машина, КАЗ-24 Волга. Мне тогда 18 лет, пацан. Я говорю, такой, а ГАИ мощники? Он мне говорит, это моего директора машина. Говорю, ого, у этого в Узбеке есть КАЗ-24? Дири? Дядь Ханам мне сказал одну вещь, я на всю жизнь запомнил. Он говорит, Джон Тарош, оттого, что ты посмотрел на эту машину, эта машина никогда не будет твоим. Оттого, что ты посмотрел на дом кого-то, это тоже не будет твоим. Никогда не смотри на чужие вещи. Моли Бога, чтобы ты вырос, жил, работал, заработал деньги. Все, что тебе Бог даст, это твое. А то, что не твое, никогда не смотри на чужие вещи. Вот эти слова 43 года прошло, я как сейчас помню. Сейчас я вот в телефоне сидел, искал, что рассказать, и вот сейчас я увидел, есть одну интересную притчу. Короче, нашим император Адриан подошел к Рабаю, говорит, я хочу устроить пир вашему богу. А Рабаю еще говорит, почему? Он говорит, я хочу, а Рабаю еще ему говорит, у тебя не получится. А почему не получится? Потому что, говорит, у нашего Бога очень большой войска, у тебя силы не хватит. Я просто хочу дать ему пир, можно? Он говорит, сделай. И вдруг, а не, потом, если Рабаю говорит, окей, если хочешь пир, так иди возле моря, где открыто, там готовь свой пир, и будешь праздновать. Он готовит, готовит, весна подходит, и вдруг большой ливень, все, все, что он приготовил, снесло. Он говорит, окей, давай теперь зимой будем готовиться, к лету, обратно они готовятся, готовятся, обратно, по урон, по урон, ливень, ураган, обратно все снесло. Потом, этот Атреан подходит, это, он говорит, как это понять, почему у меня ничего не получается? Он говорит, твои труды бесполезны, а если Бог захочет, то, что он сам сделает. Так что, ты с Богом не играйся. Дай Бог, что дядя Ханан, его, Аврох, был нам все помощником в нашей жизни. Дай Бог, что все мы, которые сюда пришли, вам большое спасибо, во-первых. Вот человек, мозол на меня смотрит, я хочу ей сказать большое тебе спасибо, что ты такая прекрасная, керинька. Все сыновья, мои братья, дай Бог вам здоровья, Сусаночка, ваши жены, и Рубик, он не думал к нам, он нам брак. Ага, я хочу одну вещь попросить, это уже не, 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 Она говорит, давайте сделаем такую вещь все еврейчики наши, которые сытызин Америки. Идите, пожалуйста, зарегистрируйтесь, голосовать. И все должны доказать Гиллера Клинтон, что она недостойна быть президентом Америки. Всем вам спасибо за внимание. Я про Галифаган могу до утра говорить. Я про Галифаган могу до утра говорить. Саламу Аббушу. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...